Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас вторая часть видео о том, что у меня накопилось на момент осени 2024 года. Второй кейс, в чем я храню свои ножи, можете посмотреть в первом ролике. Ссылочку я на него оставлю в описании к видео в закрепленном комментарии. Ну а мы же с вами приступаем. Когда-то давным-давно у меня была одна из самых больших коллекций блюров в СНГ. Потом я ее распродал и оставил только вот эти ножи. На пике у меня было что-то порядка там то ли 48, то ли 49 редких блюров. Вот что, собственно, осталось. Вот такой вот Tiger Stripe. Здесь делалось покрытие, собственно, это была ОФ-печать. Вот такой вот Криптек темный. Тифон, по-моему, называется Клипс. Мне кастомизировал Егор Гупалов. Здесь вот у нас был сделан лазер. Собственно, такой вот. Толком я им не пользовался, но он очень мне нравится, как выглядит такой тактикульный блюр. Он, по-моему, даже не на Сэндвике, а на BDZ1, потому что тантует и полусерейторный в Tiger Stripe. Вот такой я себе оставил. Потом вот такой вот очень старый клин с серейтером. Именно чтобы вот взрезка была у него вот такая радиусная, как на 30-ках, как на этих магнокатах, а не как вот на Сэндвиках, что она такая прямая с вогнутым спуском. Это клинок январь 2008-го. Рукоятка здесь стоит тоже от лимитированной серии Камо. Клипс у меня когда-то давно делал Андрей Билинский. И, собственно, вот этот нож, он такой тоже супер тактикульный, для фоточек огонь. Он с Сэндвиком еще 13C26. Это вот такой вот работяшка. Я с ним даже одно время ходил. Вот такой вот. Это у нас CPM-M4. Он уже весь переточенный. Глубокая клипса какая-то с eBay. С Австралии чувак раньше продавал. Здесь стоят кастомные титановые бонки. Накладки когда-то делал Валерий Столбиков. Депт 13. И это... Короче, это композит G10 с карбоном. Да, очень интересный композит. Он тяжелее, чем карбон, но уже вроде как и не G10. Отличный нож CPM-M4. Хорошая у них. Но вы тоже видите, что он у меня практически... Ну, так вот. Есть чуть-чуть царапинки. Я не то, чтобы сильно и много пользовался. Но вот периодически одеваю на карман. Чисто визуально очень нравится. Так. Ну, здесь, разумеется, перенос темлячного штифта. Перенос места крепления клипса. Все дела. Оставил я лимитку. Лимитку своего канала. Когда-то тоже делал. Тоже с Валерием Столбиковым. Это еще старый логотип, который был заимствован у Medal of Honor какой-то из частей. Тоже накладки делал Валерий Столбиков. Лазер делал я. Это был январь 2017 года. Вот такой вот был ножичек интересный. Ну, и как кусочек такой истории канала, я себе его тоже оставил. Их было сделано что-то штук совсем немножко. Причем там на каждый я делал маркировку, менял на коробках. Ну, в общем, интересный был проект. Это, по-моему, вообще был мой самый-самый первый такой проект по каким-то там, ну, таким дроповым вещам, что ли. Так, значит, здесь тоже блюр на LMAX в ACID WASH. Даже не в ACID WASH, это, наверное, все-таки BlackWash. Я на нем делал вот такой камуфляж цифровой. И с этим ножом у меня очень такая история. Он от меня уходил, потом он ко мне вернулся, я его затюнил. И, в общем, собственно, конкретно с этим экземпляром у меня такой очень приятный период жизни связан. Ну, вот здесь стоит бэкспейсер с светяшками, да, что они светонакопитель. Светят достаточно ярко. Здесь когда-то стоял третий, но он лопнул. Поэтому пришлось залить вот этой вот светящейся смолой. Ножичек сам очень приятный. Даже ни разу не точил, потому что, видите, да, что лазер вот как остался на режущей кромке, так и остался. Блюры было интересно собирать именно потому, что их много разных-разных. Я потом после этого собирал эндуры, но уже это не так интересно. Вот. А это, в общем, был проект тоже соединяй с Дмитрием. Сделаны все те же самые переносы. Здесь у нас уже однонаправленный карбон. Тоже светящаяся колечко, как и здесь. И как и здесь. Вот. Вот такой вот узорец. Все перенесено. Родная клипса. Просто она перенесена выше. И здесь у меня стоит клинок от Магноката. Короче, у свежих версий Магноката, типа там, лето 2024-го, у них пошла нормальная твердость. Я на канале тестировал. Сейчас не вспомню, что был за нож. Ну, какой-то из их там, лаунч какой-то. А конкретно вот у меня Магнокат из тех, которые вот только-только, когда вышли, я его купил. У него с твердостью все плохо. В смысле, он там бутылку еле-еле-еле только-только царапает. Но все равно вот такой вот блюрчик тоже есть. Это тоже была такая лимитка для канала. Вот, совместно с Дмитрием делали. В общем, по блюрам вот все, что осталось. Все спрашивают, а что ты все оставил? Вот, вот это и оставил. Очень мне понравился вот этот ножичек от Кайзера. Это дизайн Ланквиста. Называется он Варатас, если я правильно помню. Сейчас они есть не в Титане, а в бюджетных версиях с ультемом, кстати, круто выглядит. Вообще, вот очень узнаваемая вот эта передняя часть. Ну, сам нож мне понравился именно по дизайну. И то, что у него много разных систем открывания. И он такой приятненький весь, вылизанный, аккуратный. Такая вот аккуратно спрятанная заглушка под клипсу, потому что клипсы переставляемые. Такой очень аккуратный, красивый пропил. Ну, в общем, от ножа я именно кайфанул то, как он сделан чисто по дизайну. Обзор наверняка когда-то я сделаю, потому что далеко не на все ножи из моего сундука у меня есть обзоры. В планах есть, но когда пока сказать не могу. Нож очень понравился. Могу рекомендовать. Бюджетку еще не щупал. Но вот эти в 35-ке именно светлые мне нравятся. Темные тоже прикольные, у которых там такая имитация Тимаскус. Тимаскус или может даже Тимаскус, сейчас не вспомню. То ли вот эти молнии, то ли Тимаскус. Хорошо выглядит, но что-то я вот как-то к черным покрытиям именно вот, ну, для использования не очень. Вот, а так ножичек очень приятный. Кайзер Варатас. Так, значит, сам. Тасса Стилвилл. Это полноразмерный дизайн Антона Ткаченко. Офигенный нож. Мне он нравится и по дизайну. Здесь его авторский замок Ант Лок. Нож работает на шайбах. И вообще, кто не знает, Антон Ткаченко долгое время был чуть ли там не самым основным дизайнером Стилвилла. Но нигде они ему об этом не разрешали писать. И только вот с этой модели они ему разрешили. Но, кстати, моделька была в большом и в маленьком исполнении. Что-то как-то они очень плохо продавались. И в России они продавались сильно дешевле, чем в Штатах. Тогда у нас еще был солдат Удачи, который всем этим делом занимался. Сейчас это прям такое ископаемое. Но мне очень нравится, что это такой кусок истории, да, ножевой. Потому что и шайбы, и интересный замок. Ну и форма такая, знаете, прям моя-мая. G10 полностью рукоять. Никаких теллайнеров, ничего. И это больше похоже на, типа, бэклок скорее, чем там на какой-то другой. Там, несмотря на то, что визуально все такие, да, это же Аксис, нет. Или, знаете, еще у Сога был этот их замок. Я сейчас забыл, как он называется. У них тоже он вот так на серьге вращался. Примерно то же самое. Бусина. Это паленка, жесткая паленка на Старлингера. Давно она у меня, короче, лежит. Ну вот я ее как повесил в свое время, так она и висит. Потому что ножом я не пользуюсь. Он у меня просто лежит, как вот кусок истории. Поэтому не парит. Вот. Хотя подделки это нехорошо. Есть нехорошо. Вот. Не знаю даже, кто их делал. Ну, так, сделано очень хорошо. Я оригинал видел. Прям сильно похоже. Вот такой интересный фронтфлипер от Максейс. Называется он, если я правильно помню, Биг Фэлла. Очень нравится мне визуально клинок и абрис рукояти. На Магнакате. Еще, честно скажу, вот конкретно на нем не проверял. Ему бы, безусловно, мне хотелось клипсу, да. Потому что ее у него нет. Его нужно наносить в каком-то чехольчике. Ну и, конечно, вот эта штука с морзянкой, с вот этими вот отверстиями тоже. Ну, соу-соу. Вот выпустили бы вторую версию с клипсой, с чем-нибудь вот этим переработанным. Было бы вообще классно. Так, ну, визуальный. Сделан супер. И что-то он стоил прям, ну, совсем-совсем недорого. Я его что-то по акции взял 1012, по-моему. Ну, в общем, вот лежит. Визуально очень нравится. Такой, ну, практически классика. Если вот это убрать, то прям классическая классика. Очень интересный нож. Это есть такой бренд Wingman EDC. И он, ну, такой вот, давайте я грубо сравню. Он идет по принципу, вот как работает Custom Night Factory. Они сотрудничают с всякими разными дизайнерами известными и совместно с ними выпускают ножи. Допустим, вот этот нож выпустен совместно с Томом Майо. Да, вот его логотип от Wingman EDC. Очень приятный нож. У него были более дорогие версии. А это вот такая более бюджетная. Но она настолько офигенная. Я все никак не доберусь сделать на нее обзор. Но здесь столько классных, интересных решений по данному ножу, да, что просто супер. За свои деньги его в какой-то момент можно было здесь в России, прям там в одном из магазинов, взять что-то типа там тысяч за 20. При этом он с LMAX, все сделано офигенно. Вот, разумеется, это Китай. Если я правильно помню, это Riat. Моделька называется Match 1. Вот. И он тут и фронт флиппер, или как он там, топ флиппер, да. И, собственно, за отверстие можно открывать. Я очень люблю этот нож. Это, ну, типа, Custom. Custom, Custom. Я когда-то давно его увидел в обзоре Саши Вининула. Надеюсь, все его еще помнят. Вот. Это, можно сказать, отец русскоязычного, русскоговорящего ножевого ютуба. Это Саша Тиль. Француз. Моделька называется Офицер. Увидел я давным-давно у него на канале. На Ламни на тот момент он стоил типа долларов 400. Я себе не мог позволить. Или даже евро 400, по-моему. Я себе такие вещи не мог позволить. В итоге потом он всплыл на Авито. Что-то тысяч за семь. Его надо было только переточить. И где-то у него там была царапка. Я уже сейчас даже не вспомню где. Попросил я Дмитрия Осаренко помочь мне, чтобы посмотреть, ну, типа, все ли с ним в порядке. Оказалось, все в порядке. Я обратился к другому своему товарищу Виталию Каноненко. Он сделал здесь новые шайбы. Врезал сюда сухарь. Потому что в оригинале, ну, шел без сухаря. Поставил керамический шар. Сталь здесь N690. И это вот кастом, который я купил там, ну, типа, года три, может быть, назад. И купил я его там за 7 тысяч рублей. Вот. Это, типа, сделка века, на мой взгляд. Поэтому вот я его храню. И плюс он мне сам визуально очень нравится. Безусловно, найдутся те, кто скажет, это же страйдер. Вот это, вот это, вот это. Это же все страйдер. Ну, ни у кого никогда почему-то к нему не было вопросов. Поэтому вполне себе. Саша Тиль, офицер, с этим, с поколением не подскажу. Но сухарь врезали сами. Ну, мне кажется, вот какая-то такая пацанская штука должна быть у каждого. Это, короче, Гербер. Причем это Гербер Каверт. Это не Combat Folder, который еще больше. Это поменьше версии. С АТС-34. И это, блин, самый-самый first-run production. Типа, короче, это, типа, год 94-й или 95-й. Что-то около того. В общем, продавал один мой товарищ. Дима, тебе привет. Вот. И я что-то прям не удержался. И вот он мне сам по себе нравится. Ну, как-то этот, именно Combat Folder прям не здоровый. А Каверт прям отличный. Такой кусок ножевой истории. При этом игрющий ВТС-34. Потому что все Combat Folder, за исключением лимитки в Mi Card, делаются вообще там 420. 420-й стали. Даже не хай-карбон. Вот. Приятный ножичек. Мне кажется, такое что-то должно быть у каждого. Году этак в 2013-м был бум на все зомбячье. Зомбитеки у Майкротека. Раньше, типа, на Blade HQ продавали какие-то там наборы против зомби. Кабар зомби. Все-все-все дела. Был прям бум на вот эти вот всякие зелено-черные штуковины. И тогда же Бекер выпустил вот такую страшную штуку. Это Сапком в простонародье хомяк. У которого впереди был серейтер, а дальше заточенная кромка. Я, соответственно, в тот момент себе такой не купил. Очень сильно об этом жалел. Это же еще и зажим для денег. Ну и, в общем, тоже примерно пару лет назад один зритель моего канала нашел где-то такой в Европе бушный... Ну, не бушный, новый. Нашел в Европе в магазине залежал. И последние два экземпляра. И вот один купил себе, второй презентовал мне. Ну, типа, вы видите, Бекер такой Бекер. Тут как бы все без сюрпризов. Но это вот такая еще одна сбывшаяся хотелка юношества. Потому что, ну, нож сам по себе очень прикольный. Его же недавно перевыпустили. Тонкий, плоский. Вот что-то открыть там без фанатизма, да. Вот выглядит хорошо. Их там тоже раньше миллион сто тысяч видов было. Вот. Но вот этот, на мой взгляд, самый злой. Кстати, вот ножи, у которых впереди серейтер, ну, там можно по пальцам, наверное, одной руки пересчитать. У меня единственное, что в голову кроме этого приходит, это этот Викторинокс, который для Бундесвера. Этот, который с круглым отверстием, с коричневыми накладками. С гербом Германии, если я правильно помню. Вот. В общем, вот такой вот сапком из АУС-8. Тоже такая вот хотелка юношества. Тут все понятно. Давно очень просто хотел. Что-то хотел-хотел. Потом думал, что я этот клинок в Викторинокс поставлю, который я очень не люблю. Но в итоге ножик так и лежит. Такой вот камуфлированный Зоме, если я правильно помню, эта фигня называлась, когда вот такие вот пластики намешанные были. Обычно из VG10 с острым отверстием. Такой вот маленький Dragonfly 2. Мне, кстати, очень нравятся всякие мелкие ножички. Вот этот выглядит прям неплохо. МКМ и Сонза по дизайну Вокса. У меня вот такая вот версия на М390 в черном покрытии. Оно у меня такое какое-то с пятнами, потому что его так криво делают итальянцы. Здесь у нас фэт карбон. Двух цветов. Красный, оранжевый. Сам по себе ножичек приятный. Вот большинство людей, когда его получают, вот так вот отпиливают просто флиппер. Потому что он здесь не нужен. Я тоже так думаю. Его удобно открывать просто даже за отверстие. Вот что здесь никаких проблем нет. Вот так вот он будет открываться. Есть чуэл. Прикольный такой хокбилл. Чтобы поцарапать или вскрыть посылку. Тут все понты, короче. Карбидизация питоклинка. Здоровенный вот такой белый шар детента, как прыщ, короче. Конструкция хорошая. У них там несколько типов лезвий. Но вот этот, ну клинков, в смысле. Вот этот нравится мне больше всего. Fox Suru. Вот этот был у меня самым первым. Собственно, отсюда и появилась идея попробовать сделать тоже гном с карбоновым фреймом. Дизайн Vox. Именно вот эта версия, там, я не помню, в 18-м году. В 18-м, да, по-моему. Выиграла Blade Show как типа самый инновационный дизайн. Потому что карбоновый фрейм до этого тоже никто масштабно не делал. Хотя ножи были и с фреймами карбоновыми, и с клинками, с наложенным карбоном. Вот это вот тоже у меня совсем недавно появилась версия с латунным спейсером на лайнере. Тоже М398 даже. Я уже забыл, где какая сталь стоит. Очень прикольный. Небольшой ножичек. Вскрыть посылочку. Что-то поковырять. Они все очень толсто сведены. Это как бы, ну, вообще без вопросов. Поэтому нужно это учитывать. Здесь у нас Vanex. Это была лимитка для одного из американских магазинов. Я еще не добрался до попробовать Vanex на этом ноже. Я на другом попробовал. И у меня очень-очень втемная бусина от Strong Bells. Вот такая вот полимерная крашеная кися с вот таким вот языком. Мне показалось, что сюда прям тоже супер встанет. Здесь Carbon, Fat Carbon, Purple Haze, если я правильно помню. Такие вот три. Сурика. Очень они мне нравятся. V-Nive Saga. У меня он появился, как только они вышли. Это был COVID. И по сей день он у меня. У меня уже была XL-версия. У меня была CV-VACI-версия. Но только эту я себе решил оставить. Потому что, на мой взгляд, здесь больше всего шарма. Во-первых, вот этот грубый продольный сатин на Титане и на клинке. Вот эта грань здесь ярче выражена. И плюс здесь рекурва. Вот он максимально выглядит круто, максимально кастомно. Это максимально Кристенсен. Потому что вот CV-VACI-ка, она уже такая какая-то адаптированная. Какая-то упрощенная. Там уже нет вот этого кайфа. Поэтому вот если нравится сам дизайн, я бы рекомендовал вот обычный самый Saga. Line Steel Nano. Продолжение серии Mito. Которая, в свою очередь, является продолжением серии Rock. Это симпатичный небольшой мини-ломик на магнокате. С нормальной термичкой. Толстенько сведенный, чтобы ковырять. Можно было с толстым обухом. У него вот тут откручивается флиппер. Я его открутил, потому что он мне не нужен. Это прям классный вот такой вот маленький ножичек. Который вполне подойдет на замену какому-нибудь там Urban Hest. Вот и обух, и железка. В общем, ножичек прям понравился. В Micart. Нигде ничего у него даже намека нет на какой-то люфт. Вот тоже у него есть сменная гаечка со стеклобоем. Клипс такая же, как на Mito. В общем, решил я себе оставить, потому что нравится. Про мою любовь к дизайнам Якуба Вечеркевича Полтергейста. Я думаю, слышали все. Это, наверное, один из самых известных его продакшн-версий ножей. Называется он Luna. Это Sleep Joint. Да, у него есть пружина. Сталька здесь K110. И в чем прикол, почему этот нож у меня? Во-первых, он на шайбах. Это Sleep Joint. Все это понятно. Здесь, во-первых, G10 Eclipse. Во-вторых, здесь само коромысло. Тоже из G10. И у него внутри, только вот здесь вот, вставлена металлическая вставка. В G10 прям. И получается, у вас трется не G10 об металл, а вот там вот стоит вставочка металлическая. Металл, об металл. Офигенная конструкция. Нож стоил совсем недорого. И вот целая куча разных вариантов. Есть на лайнерах, есть на фреймах. Сейчас еще сделали, как-то он называется, Phantom Flipper. Топ флиппер, фронт флиппер на лайнере. Тоже жду, когда они появятся. Обязательно себе куплю. Очень легкий, приятно выглядящий Sleep Joint. Если вам путешествуете куда-нибудь, и вам нужен нож без замка, еще небольшой легкий. Вот это прям супер. Ну, из-за того, что G10, он не царапается. Он, если упадет, это можно все подшлифовать. Плюс там ничего не ржавеет. В общем, вещь классная. Ну и вопрос с покрытием. Я думаю, тут тоже очень в тему. Это вот Real Steel Luna Luxe. Sevivi. И это моделька Lumi по дизайну Ланквиста. Очень приятный, такой маленький, аккуратный финарик. Такой вот прям финчик-финчик. Вот в средней руке очень комфортно. Ну, в руке среднего размера. Очень комфортно сидит. Тоненько сведенный, легенький, хороший, удобный. Здесь такой фронт-топ флипер. Режет классно, что вот если надо, какой-то такой аккуратный, нормального вида ножичек. Просто, чтобы что-то вскрывать, какие-то посылки, точить карандаш. Все супер. Я думаю, вы поняли, что в основном в этой коробке, сегодня в этом кейсе, у меня в основном такие мелкие ножички, которые мне именно доставляют кайф от того, что вот их пощелкать там, как-то повертеть, покрутить, что там нету такого ого. Ну, хотя это только полкоробки. Кайзер Урбан Боуи на 154. Очень мне нравится этот нож, как он выглядит. Такой маленький, страшненький, убылиудак. Вот. Здесь Дирк Перкинтон, дизайнер его. Очень прикольный нож. Лишь именно вот тем, как он выглядит. Такая маленькая сабелька. Вот. Люблю я Боуи, не скрою. Вот. И плюс мелкие ножи. Плюс вот эта Микарта, кстати, отличная у Кайзера. Все-таки такой приятный цвет. Она вот, я говорю, если еще затереть, выглядит вообще супер. Такая с краснотой. Не коричневая, а в красноту отдает. Урбан Боуи, Кайзер. Я не могу вам сказать, что я любитель дизайна в гавку. Но, блин, Хайфин просто бомба. Я прям мучился, долго думал, какой же взять. Черный с бронзовыми акцентами. Но там покрытие. Я такой думаю, блин, просадка по твердости. Что я им буду делать? Куда мне эта твердость на таком ножении? Ну, как бы с ограниченным таким, да, функционалом. Я так и не понял, но почему-то решил оставить себе синий, вот чтобы был светлый клинок. Я даже менял местами клинки на рукояти, там, шпеньки, все-все эти дела. Что-то вот как-то не очень, короче. Черная с бронзой, там нормально. Еще очень классно, у них, которые пожены этим факелком, такой, как он, flamed. Тоже прикольный. Классный нож, выглядит супер. Сейчас есть еще большая версия, но мне нравится именно вот эта вот. Ну, стандартная, небольшая. Вот он такой вот комфортный, вот так зажал. Что-то там целый карандаш можно застрогать до смерти. Это Симби Кананавагари по дизайну Тигваса. Ну, жертвенный нож, но тут ничего не скажешь. Он круто сделан. Прям точить его, это будет отдельный кайф. Классно сложен, очень прикольный. И там по удержанию, ну, так, надо привыкнуть его правильно располагать, вот найти удобный момент. Но, черт возьми, что им делать, это исключительно полочник. Он ни для чего не предназначен более, как вот этим вот концом, там, я не знаю, можно посылку вскрыть. Но это такой чисто жертвенный, чисто нажиманский нож. Поэтому вот тоже храню. Вот эта штука по-настоящему удивила. Это тоже дизайн, собственно, Тигваса. Это Cowall Knives. Эта моделька называется Кейдж. Это офигенный, как он, пикал. Это нож для фруктов. Вот, и он держится вот именно обратным хватом. Ну, в смысле, не обратным, не вниз, а в смысле на себя. Офигенно удобный. Вот так вы, конечно, ничего не будете делать, но вот так на себя просто супер. Ну, и, соответственно, если вам нужно его вот так взять, тоже все здорово. Классно сделан. Тут вся фишка именно вот в инженерном решении, как это все сложить, как это все уместить, как это, чтобы все гармонично выглядело. Плюс у него есть очень клевый вот такой чехольчик. Блин, вот ребята, вот эти вот Cowall Knives меня прям порадовали, потому что там такая шикарная комплектация у них. У меня обзор есть на этот нож. Посмотрите, у них есть и другие ножи, и там тоже есть и вот эти чехлы. Они сейчас новые цвета добавили. Там упаковка в виде морских 40-футовых контейнеров. Офигенная идея. Гравитационная фронталка Remetta. Это у нас Swordfish. Вот в таком исполнении. В России она продается под брендом Camrad. Такой вот ножичек. Обзор у меня тоже есть. Приятный. Сейчас даже на них вот тут отдельно продаются вставочки. Можно докупить и просто откручивая два винта, менять вставочки под настроение. Либо их можно самому изготовить. Там из чего захотите. Хоть из мамонта, если есть такое желание. Из куска боевой космической станции советской. Алмаз и прочее, прочее. Это все титан. Интересная конструкция. У меня так и не забрончал. Кто-то спрашивал, у тебя в сложном состоянии брончит. Нет. Снова Remetta. Это у нас Falcon. Взял я его, потому что он очень сильно напомнил Annex современный. Да, от Microtec, который Rike делает. Только тут еще интересный замок в оси. Да, что вы его прожимаете, он складывается. Здесь я уже вклеивал третий на клипсу. В общем, супер. Ночью вот так вот его берешь, открываешь. И у тебя раз пропадает часть третья. О, фокус. Маяк Копян. Ножичек прикольный. Так я и не добрался для того, чтобы вот эту тему отпесочить. Что-то с ней сделать. Решил пока оставить так. Ножичек прикольный. Интересная реализация вот этого замка. Она же там еще с сухарем. NM390. Приятная штуковина такая вот. Но это, разумеется, для тех, кому есть чем резать. Falcon. Тоже Remetta. Но в России под брендом Камрад. Ndella. Подарил мне в прошлом году на день рождения мой товарищ Павел. Спасибо тебе большое. Cruver. Покупал он и бушный, потому что знал, что я хотел сделать тесты. Я до тестов так не добрался. Но в прошлом ролике вы видели, что у меня пришла PD1, которая вроде как является аналогом. Только у меня там Enduro. И вот в такой связке я их попробую потестировать. Но, скажем так, то, что это не DLC, я вам уже говорил. Это карбонитрит титана. И, соответственно, здесь под покрытием есть пятна. Вот уже там под ним есть пятна. Это стандартная тема для спайдерка. Это уже там пошла глубокая коррозия. Это уже не вычистить никаким маслом, ничем, ничем. Ну, в общем, будет тест. Сам по себе нож по габаритам, наверное, мне не подходит. Мне все-таки Enduro нравится больше. А Полис, наверное, уже великоват. Очень приятная новиночка от Sevivi. Буквально вот недавно пришла. Называется ножичек Pragma. Есть у него обычные версии. Там с ней травишкой, по-моему. Но мне захотелось сочетание красного и вот этого, вот их Дамаска. Я даже не знаю, из чего он выглядит прикольно. И это такой приятный ножичек на карабине, чтобы повесить. Понятно, с ключами лучше это дело не носить. Очень легко вот этот алюминий вдирается. Сам по себе ножичек приятный, несмотря на вот этот вот Варнклиф, который я не очень люблю. Вот. И однозначно мне необходимо вот сюда привязать еще и темляк. Пусть он будет на карабине, чтобы его можно было повесить. Но мне сюда очень нужен темляк. Потому что мне даже зачоил. Вот, ну, не хватает совсем длины, чтобы там что-то где-то сделать. Но это такое, чисто распаковать что-то не более приятный ножичек. И стоил со скидкой что-то в районе 7,5 тысяч. Именно вот такой вот Дамасковый. Обычные они дешевле. Там тысячу на полторы или на тысячу. Блин, кинжалоиды, они все, конечно, бесполезные. Но они собакокрасивые. Это, короче, Sevivi RS71. Вот такой вот приятный кинжалоид с огнутыми спусками. С очень классным дизайном. Вот с этими вот акульями жабрами. Вот здесь вот там с двойной дулькой. Он еще же работает и как вейв, и как флиппер, и как шпенек. В общем, он такой вот ножичек. Понравился именно вот такой черный на G10 с красными вот этими акцентами. Лежит, греет душу. Очень нравится, как выглядит. Я люблю, когда там всякие вот такие штучки, там какие-то насечки, еще что-то. Мне кажется, это ножу всегда добавляет интересного вида. Вот. Тоже на, ну, то обзор еще не добрался. У него тут в огнутые спуски он еще даже что-то резать может. Потому что обувь-то тут не толстый. Вот. Сам по себе кинжалоид очень прикольный. Он, конечно, не такой харизматичный, узнаваемый, как Combat Folder. Но из последнего вот прям, прям такой вот неплохой. Ну, и плюс стоил там он что-то в меняемых каких-то денег. Был у меня обзор на этот нож. Ножик из прошлого. Юношеская хотелка. Подарил мне его Илья, собственно. Это Бекер Гриплок. Вот такой вот ножичек с очень интересной вот этой вот клипсой. Суперский ножик. Прям храню с таким удовольствием, что вот есть ножи, которые я когда-то хотел, не мог себе позволить. Теперь они у меня есть в коллекции. И некоторые радуют не меньше, а некоторые удивляют, насколько раньше мы все с вами были менее требовательные качества. Да, это я вспоминаю свою Дельту от Майкротека. Ножичек очень клевый. Были еще вот с прозрачными. Ну, эту прозрачную накладку, я думаю, можно при желании заказать. Ножичек супер. Очень мне нравится дизайн. Просто очень. Сделан классно. Легенький, регулируемый замок. В общем, очень порадовал нож. Все равно поглядываю я на версию с Микартой и с латунными или там с бронзовыми акцентами. Сталька здесь селлмакс. Прям немножечко порадовал. Вот это вот, ну, вот такой вот, как там сейчас скажут, очередной претендент на победителя Короля Леса. Ну, не совсем так. Все-таки тут дизайн очень узнаваемый. Но форм-фактор примерно тот же. Наверное, будет правильнее сравнить с мини-багаутом. Чем-то полноразмерным. Нож мне очень нравится. Причем обычный Псиопа Твостина мне не нравится. А этот нравится именно то, как вот он сложен. У него нет вот этого дурацкого там чойла огромного. Кто бы мог подумать, правда? Мне как-то я сидел что-то там, ел вкусное, выпивал вкусное. Сидел рисовал там то ли новый ножик, то ли еще что-то. Мне что-то захотелось какой-то классики-классики. И посмотрел, есть крутые кастомные, значит, слепджойнты вот такого же вида за 1000 баксов отечественного производства. Я что-то понял, что я пока, наверное, не дорос. Зашел на Алик и купил себе вот такого вот бразера. Я... Эти китайцы же постоянно замок замазывают. Я не прочитал. Я был уверен, что это будет слепджойнт. Я такой думал, классно. Приедет, будет такой классический слепджойнт. А он приехал с бэклоком. Я тоже особо не расстроился. Ножчик прикольный. Я так достаю что-нибудь именно порезать. Чисто визуально мне нравится. Стоил 1200,5 что ли. Ну, прям прикольный. Понимаю, что это там, да, вот тут какие-то щели там вылезли, еще что-то, что он весь клепанный. Ну, в принципе, я говорю, как это? Замена бака. Сейчас мне тоже скажут. Ай! Так, 9Ti EDC. Это ножичек под трапециевидные лезвия. С аксисом, с глубокой клипсой. У меня здесь стоит кастомное лезвие, которое сделал мне Алексей Болт EDC. У меня здесь висит офигенная бусина. Это печенька Oreo. Вот, и это такой прям монстр распаковок, который ждет ближайшего дропа на гномы, на химеры, чтобы кромсать и резать скотч. Собственно, буду вот все им делать, потому что я всегда это делал мистер Блейдом Рексбо. У меня такой уточенный, переточенный, потому что мне уже таким достался вот другого моего товарища Дмитрия из Екатеринбурга. Основная такая рабочая лошадка. Но пришло время ножей на трапециевидном лезвии. Наруж кастом, друзья. Я думаю, что историю про бренд вы много раз слышали. И начинали ребята вот с этого. Сейчас они делают вот это. И пройти мимо вот этого в свое время я тоже не смог. Это, безусловно, ножи, которые очень узнаваемые и дизайны, и узнаваемые узоры. Это, допустим, вариация на Emerson CQC13. Только она в фрейме с сухарем. В узоре фраг. И он на 5% увеличен со сталью Кромакс. В общем, мимо такой штуки я пройти не смог. Она у меня есть. Все это дело на шайбах. Пусть лежит. Как напоминание того, с чего начинали. Есть у меня откровенно вот такие вещи. Это, кстати, то, о чем я в прошлый раз говорил. Вот эти кейсы, они, к сожалению, всегда оставляют вот такие следы, которые потом можно стереть только маслом. У меня есть прям вот откровенно вот такие вещи, где даже стоят оригинальные клейма. Я, насколько понимаю, я нож брал на вторички. Поэтому, вот я, насколько понимаю, это ставили не парни, а это ставил именно предыдущий владелец ножа. Самостоятельно логотипы Терзуолы на 90-й стали, на шайбах тоже. Друзья, что-то цена на вторички была 23 тысячи рублей. И, как мне сказали, столько же он устоил когда-то на заказе. А сейчас это вот такие самостоятельные дизайны. Это лимитированная версия протектора. Мне она тоже очень понравилась. Тоже на 90-й стали. И теперь это не реплики. Теперь это не вариации. Теперь это не развитие каких-то чужих дизайнов. А теперь это с каждым разом все более-более узнаваемый, такой самобытный дизайн. У меня достаточно много обзоров на продукцию наружкастом на канале. Я думаю, что регулярно будут выходить обновления. Кстати, хочу сказать, что если я ничего не пропустил, то парни обязательно постараются приехать на московский клинок, который у нас будет в начале ноября 2024 года. Поэтому вот это хранится именно для того, чтобы понимать, как вот от этого наружкастом пришел вот к этому. Это стерва. Это кастомный нож, стилизованный под опасную бритву, который для меня делал Дмитрий Осаренко, Dog Knife, за что ему огромное спасибо. Делалось это буквально прямо перед ковидом. Тут очень узнаваемая форма его клоча. Мне хотелось персональный инструмент для распаковки. Мне раньше на втором канале, который я подзабросил уже достаточно давно. Но вот я делал распаковки все время разными ножами. И я вот попросил, говорю, сделай мне что-нибудь понтовое. Только он мне сделал, я толком не успел ему попользоваться. Когда наступил ковид, все эти меры предосторожности, когда ты все посылки с дека вскрываешь в подъезде, там же у тебя стоит пакетик, куда ты выкидываешь весь мусор. И ты хотя бы уже заносишь все в дом, в такое уже полураспакованное. Поэтому инструментом я так толком в кадре не успел попользоваться. Было всего несколько анбоксингов с ним. Но по сей день она одна такая, меня это радует. Очень приятный нож я иногда достаю. Бриться этим, конечно, не получится при такой толщине обуха. Но достаю, чуть-чуть порежу. Бывает даже сижу, как дурачок оливки пилю. Хотя это та еще задача, видите, насколько рукоять уходит вниз. Но чисто визуально мне она безумно нравится. Зовут ее Стерва. Это модель ножа от Виталия Каноненко, которая называется Рамзи. Это был момент, когда очень мне хотелось Леон Ма Кав 4 дюйма. Но его достать было сложно. И тогда я Виталию говорю, Виталий, подумай, может, что-то какую-то приколюху нарисуешь. Такой складной кухонник с большим клинком. Собственно, он нарисовал, сделал. Их было сделано, ну, какое-то количество, наверное, штук 15. Точно он их сделал. Они были, вот как у меня, версия на фрейме. В основном они делались со шпеньком. И были версии на одном лайнере даже. У меня, видите, повезло. Это еще М390 Савиная. В общем, очень прикольный нож. И это чисто такой вот кухонничек. Я с кайфом достаю его, помоешь, порежешь сырок, колбаску рядом положишь, сидишь, смотришь кино или сериал, щелкаешь. Безумно нравится. Это чисто вот модель Виталия Кононенко. Очень приятный нож Рамзи. А Рамзи, потому что Гордон Рамзи. Потому что готовить. Потому что еда и повар. МКМ Малга. Клевый викторинксообразный нож, который мне подарил мой товарищ Сергей. Собственно. Клинок из М390 со стоунвошем. С нормальной термичкой. Есть штопор. Есть открывалка. Но самое главное, что тут есть вилочка для того, чтобы доставать огурчики или еще что-нибудь. Сейчас есть версии с Магнокатом. Они тоже идут на Микарте. И были версии Малги с G10 накладкой. Что либо надо заказать лучше, потому что вот эти накладки дико воняют кошачьей санины какой-то. Вот такой химозиной какой-то вот адской. У меня нож уже, я не помню сколько, но он по-прежнему воняет. Вот какой-то пропиткой. Вот не знаю, что я, чтобы тараканы что ли в нем не завелись. Ну, в общем, если на него заказать какие-нибудь интересные накладочки. Синий, оранжевый, еще что-то. Или купить два и перекинуть накладки, и второй продать. Будет вообще супер. Есть ли смысл брать такой на Магнокате или нет? Смотрите сами. Мне и М390 нравится. Но вот единственное, Микарту тоже под замену бы. Так, это у нас ANV Z200. Тоже с этим ножом у меня есть одна история. Как это говорят, уроком будет. Вот. Собственно, вот такой вот ножичек. Полусеррейторный. Серрейтор здесь очень мне нравится, как выглядит. Сталь N690. Я его сразу перекинул на перфорированные шайбы. Бронзовые. Потому что он идет на авторпласте. Вот такой вот симпатичный. Сделаны они в Чехии или нет? Сомневаюсь, что сделаны. Скорее, собраны все-таки. Делается все-таки, похоже, все в Китае. Вот. Но нож сам по себе мне очень нравится. Выглядит круто. Такой вот односторонний дол. За него можно приловчиться, открывать. Если очень там вот с ним какое-то время ходишь, то возвращается мышечная память. Его, наверное, еще смазать надо. Тысячу лет не доставал. Он прям вот туго ходит. Но сам по себе нож прикольный Z200. У нас, кстати, они оказались не очень ликвидными. И не очень как-то они в России прижились. Но потом сначала специальные военные операции. Бренд был вообще одним из первых, который такой сказал. А вот вам. Будем помогать той стороне. Вот. Наверное, в этом дело, что у нас бренд не пошел. Возможно. А возможно, дело в том, что он был выше по рынку на эти материалы. Он стоил сильно дороже, чем какие-то аналоги, даже сделанные в Европе. Там какие-нибудь там Foxy, Viper и прочее, прочее. Тоже, вот видите, да, вот эта тема с следами от чемоданов. В общем, это тоже хотелка юности. Подарил мне ее не так давно мой товарищ из Санкт-Петербурга. Андрей. За что ему огромное спасибо. Это дочерний бренд компании, которые говорили, что сделано все в Америке. И сам делали все в Китае. Quartermaster. Это Mantis, что переводится как Богомол. Вот такой вот, собственно, у них логотип. И это вот такая адская хреновина. И ее делали на нее подделку Landy, по-моему, делали. Но это сделано в Америке из 30-ки. Но что называется Mantis Prey 2. Со стеклобоем, тут прям с карбидной вставкой, со всеми делами. И самая крутая штука, это вот этот вот клин. Это называется Bash Wage. Это затрахаетесь точить, но это очень круто. Раз кромка, два кромка, три кромка. И вы видите, да, что здесь вот так сделан фальш. Здесь сделан фальш вот так. Реально, вот у меня есть точеная китайская версия этого ножа. Вот им, если ткнуть коробку, несмотря на вот эту свою дурацкую форму, да, вот такую. Он так глубоко проваливается, что офигеть. Это типа, вот можете погуглить, что такое Bash Wage. У них был кинжал примерно с таким же кончиком, да. Там вообще были какие-то неуыслимые результаты по пенетрации, по проникновению в толщу биомассы, назовем это так. Поэтому, Андрюха, тебе большое спасибо. Еще одна моя такая вот реализованная хотелка из юности. Мне теперь только для полного счастья не хватает от этого бренда, этого питбоса. Не побоюсь так громко сказать. Это один из самых лучших отечественных складных ножей без замка. Да, я понимаю, что это практически копия бака, да. Но бак у нас с вами идет все-таки с замком, тяжелый, большой. Это вариация на этот же бак, да. Это Esco Knife Capral. И это Slim Versys с тонким клинком. Вот такую штуку смело можно покупать, дарить на подарки человеку, который там не сильно, скажем так, сведущ. Он получит кайф, стоит нож недорого, до трех тысяч. Железо вполне здесь подойдет на повседневку. Единственное, предупредить, что это без замка, что это именно резать, строгать, не ковырять, не втыкать. И очень-очень жду, когда же все-таки выйдет красная версия. Тоже Slim, ждали мы летом, но что-то, видимо, пошло не так. Надеюсь, что все-таки мы увидим там либо к весне, либо, может быть, зимой, либо, может быть, вообще на клинок привезут. Но, по мне, это один из лучших российских ножей. Вот такой вот Капрал. Мастерская Дениса Ульданова. Денис Фанисович Ульданов и его брат Ренар делают пару лет вот такие вот интересные ножички. Началось все вот с этой версии. Это R1. Они были в первом исполнении вот с таким сатином. Хороший рабочий нож, но, как многие говорят, это типа общий русский стиль. Да, это там вот стандартный вот этот вот форма клина. Там понятно, что фальш, рукоять, все остальное. Но модель все равно популярная. Была даже у нас такая лимиточка на шайбах из магноката. Вот такая вот, с такими вот финишами уже. Вот. Ну, нож известный, уже часто мелькает везде. Тут эти были тимаскусовые боночки. И вот недавно появилась вот такая моделька Sierra. Мне очень нравится. Это хороший, компактный городской фронт-флипер. Да, такой на магнокате. Очень приятный ножичек. Приятно, что у нас становится все больше и больше классных производителей. И на последнем блэйд-шоу Денис Фанисович ездил туда, представлял Россию, скажем, с R1 и Sierra. Потом у него ряд магазинов все это дело взяли. И сейчас можно там и на Sierra, и на R1 найти на американском Ютубе. Вполне себе интересные отзывы. Посмотреть, что чуваки говорят про наши ножи. И все в таком духе. В ближайшее время, мы уже несколько раз это слышали от Дениса в различных подкастах и во всем остальном, грядет новая версия R1. Ну, я не знаю, она будет называться R2-D2 или будет называться R1.2. Я видел 3D-модель. Очень интересно. Буду очень ждать. Надеюсь, что это будет вот-вот осенью. Может быть, там до Нового года, как, собственно, и выходил R1. И попозже будет увеличенная Sierra для тех, кому этот нож кажется маленьким. Собственно, вот это у меня накопилось во втором кейсе. Наверное, одни выходные мы пропустим по обзорам. Потому что там кое-что надо мне вам показать интересное. Вот. А потом мы продолжим говорить про кейсы сначала с тоже рассыпные небольшие плюс фиксы. И на самый-самый-самый последний выпуск я оставлю коробку со своими ножами. Вот такое сегодня видео. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok